Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Алексей. Как хорошо сказал, мы расскажем немного про биометрию. Для начала, кто мы такие? Меня зовут Никита Лаушкин. Я уже какое-то время занимаюсь безопасностью. Работаю в Бизоне. Начинал вообще, я изначально всем этим заниматься в Минфи. Спасибо вам уже за это. Там мы начали заниматься стэнфами. Организовали команду Балалайка. А сейчас, помимо ресерчей и работы, организовываем стэдзон, который идет прямо сейчас. В той комнате. Передаю слава Владу. Он начнет. Всем привет. Я Влад Лазарев, как написано. Он, собственно, тоже работает в Бизоне. Коллега Никиты тоже организовывает стэд. И вот это вот все. Давайте начнем ломать биометрию. Вот. Собственно, никому не секрет, что биометрия сейчас, она on the edge, так сказать. Она переживает свои лучшие времена. Все крутые вендоры пытаются это внедрить. Face ID, Touch ID, скуд системы, банковские системы. Все, классовая биометрия, все внедряют в себе биометрию. Даже последний китайский смартфон идет с датчиками отпечатков пальцев. Или даже с датчиком, который разблокируется по лицу. Также индустрия немного толкает государственные предприятия. Например, недавно была введена в эксплуатацию система EBS. Единая биометрифическая система наша государственная. И вроде люди говорят, что с помощью одного биометрифического сэмпла вы сможете разблокировать доступ к банковскому счету, получить почту и так далее, и так далее, и так далее. Все это интересно, и все хотят сейчас этим заниматься. Но какие из плюсов имелся у биометрии? Первое, очевидно, это просто легко использовать. Очевидно, что намного легче приложить палец к экрану, чем запоминать пароль или вставлять токен. Это быстрее. Опять же, просто очевидно. Ну, и это ETH factor. Их на самом деле всего три. Я знаю, я имею и я существую. Вот, собственно, это я существую в EMEG. Ну, и к минусам это все-таки стоит денег. Потому что, там, можно сказать, что какой-нибудь сканер отпечатков пальцев стоит десятки центов. Но это все равно дороже, чем заставлять пользователей запоминать пароль. Это незрелость области. Потому что дорогие технологии стоят дорого. И они недоступны для массового использования. Используются в основном дешевые, распространенные. Они не такие хорошие, как мы покажем. Ну и неточность. Вот. Никто не любит похмелья. И люди шутят, что с похмелья ты меньше похож на себя, чем просто человек с улицы. Вот. И поэтому очень тяжело в таком состоянии разблокировать биометрические системы. Поэтому вендорам приходится занижать порог вхождения, чтобы люди в любом состоянии могли разблокировать свой телефон, например, лицо. Вот. Давайте немного погрузимся в оценку биометрических систем. Вот. Как вообще их оценивают, какие есть факторы и так далее. Кроме обычных понятий, которые там много где используют. То есть это positive, true, negative, false, positive, false, negative. Для оценки систем вводятся два понятия, которые говорят о вероятности. Это FAR и false reject rate. FAR определяет вероятность того, что система пропустит неавторизованный субъект. И усчитывается, грубо говоря, как количество авторизованных словомышленников на количество всех словомышленников. То есть false, positive и true, negative. FRR определяет вероятность того, что система не пропустит авторизованного пользователя. То есть того, кого должна пропустить. И определяется как количество не пропущенных авторизованных пользователей на количество всех не авторизованных пользователей. Справа видите график примерной зависимости фара и FRR от threshold. Threshold — это величина, которую устанавливает вендор, она варьируется. И эта величина говорит о том, насколько текущий сэмпл должен быть похож на эталонный, чтобы система пропустила человека. Ну, соответственно, завышая этот threshold, то есть делая необходимый сэмпл максимально похожим на эталон, мы увеличиваем количество непропусков тех людей, которые мы должны пропустить, и уменьшая его, мы увеличиваем количество людей, количество злоумышленников, которых мы пропускаем. Раз мы научились оценивать системы, можно посмотреть примерно на цифры. По данным техосинструментс, примерно такие доли рынка занимают сейчас различные биометические системы. Здесь мы поделили их по принципу работы, то есть отпечатки пальцев, рисунок вен, лицо, сетчатка глаза, голос и так далее. Странно, почему цифры такие грустные от фара и FRR, чем больше, тем хуже. Ну, то есть, грубо говоря, 10% людей будет отвергнуто, например, для датчиков отпечатков пальцев. Ну, происходит это в основном из-за того, что используются, в массе своей используются дешевые технологии, такие как линкосные отпечатки и так далее, я их позже расскажу, линкосные датчики. Вот, и поэтому получается, что цифры грустные и биометрию можно обойти. Теперь поговорим об отпечатках пальцев. Сначала стоит понимать, какие вообще есть отпечатки, какие сейчас в основном используются сканеры отпечатков пальцев. Сейчас в массе своей, там 99%, это либо ямкостные датчики, либо оптические датчики. Здесь кратко показаны физические принципы. Соответственно, ямкостные датчики, они маленькие, они дешевые. Они используются в основном в телефонах, там, айфоны, телефонный андроид и так далее, или в IoT-девайсах. Основаны они на том, что на измерении емкости конденсатора, который образован кожей на вашем пальце, и пластиной в датчике. Вот, соответственно, исходя из этого, можно построить достаточно точную карту глубины, ну, то есть выпуклостей и впадин на пальце. Оптические датчики основаны на обычном преломлении света, вот, от выпуклостей свет отражается, в впадинах свет преломляется, ну, и отражается в другую сторону, не попадает на сенсор, соответственно, выпуклости, они светлые, впадины, они темные. Вот, все просто. Оптические сенсоры используются в более громоздких системах, они больше, но считается, что они более точные. Вот, несмотря на то, что карту глубины построить практически невозможно. Там получается просто черный либо белый цвет, и все очень условно. Вот, ну и давайте теперь расскажем, собственно, как сделать поддельный отпечаток, что мы делали, и что вам нужно. Вот, прежде всего, конечно, вам нужен отпечаток. Вот, здесь мы взяли, просто сфотографировали отпечаток с экрана телефона. Почему? Ну, потому что у всех на экране, либо на кнопке отпечатков пальцев, если у вас сканер отпечатков пальцев, очень много отпечатков, и с этим ничего не поделать. Там, экраны протираются, но отпечатки все равно остаются. Вот, идем дальше. Следующий, берем совершенно обычный paint.net, потому что он бесплатный, и делаем черные линии более черными, белые линии более белыми. Нужно достигнуть максимального контраста, для того, чтобы это лучше распечаталось. Про это чуть позже. Что получаем в итоге? Примерно вот такую вот картину. Слева отпечаток до редактирования, справа, после. Только черные и белые линии, максимальный контраст. Следующее. Мы печатаем отпечаток на прозрачной пленке. Причем печатаем в таком виде, в котором мы отредактировали, и в негативе. Негатив, то есть это черный цвет становится белым, белый цвет становится черным. Зачем? Объясню чуть позднее. Следующее. Берем фотополимерные пластины. Что такое фотополимер? Это материал, который приобретает особые свойства при облучении ультрафиолетом. В данном случае вам нужен фотополимер, который затвердевает под ультрафиолетовым излучением и теряет свойства быть вымываемым водой. Собственно, зачем это делается? Чтобы на фотополимере остался рельеф, как на нашем пальце. Как это получается? Мы светим на фотополимер через прозрачную пленку. Места, которые были белые, они, соответственно, не пропечатались. Они пропускают свет, черные не пропускают свет. На фотополимере остается засвет. Мы помещаем фотополимер под струю воды на какое-то определенное время. И в результате на фотополимере остается отпечаток. Выглядит это примерно вот так. Как видно, на пластинке остался достаточно четкий отпечаток. Вот как раз можно видеть рамку того, где мы клали пластину из-за света. То есть остальная часть, она не вымывается, а четкая квадратная прямоугольная рамка, она вымылась. И получился достаточно точный отпечаток. Уже в таком виде эту штуку можно использовать для обхода оптических сенсоров. Мы снимаем фотополимер с подложки, потому что сам он достаточно эластичный, особенно если намочить его водой. И его можно поместить на палец и использовать в оптических сенсорах. Так у нас получился войти посттерминал, который основан на биометрической аутентификации. Причем там биометрия является единственным фактором. Соответственно, вам просто нужен отпечаток пальца, чтобы оплатить с карты человека, который, получается, зарегистрировал эту карту на свой отпечаток. Вот. Этот посттерминал уже работает, и он используется в одном из сетевых магазинов. Не во всех, но в одном. Вот. Но нам ведь этого мало. Нам нужно еще раз блокировать телефон. Почему нельзя сделать этим? Потому что фотополимер, он диэлектрик. Соответственно, в юбкосном сенсоре от него нет никакого прока. Он вообще не распознается как отпечаток пальца. Вот. Нам нужно сделать его проводимым. Что нам нужно? Нам нужен желатин. Но лучше без приправ, конечно. Вот. Вот. Для этого мы берем пластину, которую мы отпечатали в негативе. Вот. В чем суть? Суть в том, что когда мы сфотографируем отпечаток пальца с телефона, белые линии, они означают выпуклости на нашем пальце. Соответственно, так как они белые, они не печатаются на пленке. Следующие из них проходят, они затвердевают на фотополимере, и в результате на фотополимере это оказывается также выемками. Так как при использовании желатина мы используем фотополимер как форму, то выпуклости, которые были на фотополимере, становятся впадинами на желатине. Поэтому нам нужно инвертировать рисунок, чтобы получился правильный отпечаток пальца. Вот. В таком виде мы можем использовать отпечаток пальца, фейковый вид желатина, чтобы разблокировать янкостные сенсоры. Вот. Например, как в демо. Мы берем и заблокируем iPhone SE с датчиком. Вот. Соответственно, что мы еще пробовали? Пробовали мы убрать желатин из этой цепочки и попробовать обойтись одним фотополимером. Что мы для этого использовали? Первое. Это графитовая смазка. Она обладает проводимостью, поэтому можно ее использовать для того, чтобы нанести на фотополимер. И получается, что теперь он определяется янкостными сенсорами, и его можно использовать, чтобы их обходить. Но, к несчастью, по определенным причинам эффекта это не привело. Скорее всего, из-за того, что при нанесении смазки глубина бороздок меняется. И так как сканеры меряют эту глубину, отпечаток не подходит. Также мы пробовали использовать краску на основе серебра. То есть на обычной бумаге печатается отпечаток пальца и дорожки для того, чтобы вы приложили к ним, например, свои пальцы, чтобы придать этому проводимость. Вот. Он прикладывается и также определяется как отпечаток. Но, опять же, из-за недостаточного рельефа и из-за того, что получаются проводимые только бороздки, а остальные части это просто бумага на диалекте, поэтому это также не привело к успехам. Но в сумме мы научились обходить янкостные и оптические сенсоры. Дальше Никита расскажет про лицевую биометру и голосовую биометру. Никита, тебе слово. Ну, немножко про биометрию по голосу. Как Влад уже говорил, что различные физические факторы имеют различные фары ФРР. Считается, что для голосовой биометрии он один из худших. Но поэтому по большому счету голосовая биометрия не используется в каких-то сверхбезопасных системах. Ее в основном добавляют исключительно как фичу для юзалилити. Но по-прежнему можно встретить ее много где. Это Android, Apple HomePod, Alexa и так далее. Когда мы пытались обойти высокую биометрию в Андроиде, на самом деле не понадобилось вообще никаких технических средств. Но это коллега, который делает хорошие пародии сам по себе, попытался имитировать мой голос и сразу расплакировал мой телефон, поэтому даже про это нечего рассказывать. Где это используется и где безопасность этого уделяет достаточно внимания, это все-таки колл-центры. Разговор абонента занимает продолжительное время и там это используется как дополнительный фактор. То есть когда вы звоните в банк, у вас спрашивают какие-то секретные слова, но при этом для антифрауда еще полезно понять, что модель совпадает, голос или не совпадает. Или еще есть отдельные системы, где это используется вместе с распознаванием лица, т.е. считываются губы и при этом еще добавляется голос. Как вообще работает голосовая биометрия? Бывает текстозависимая, текстонезависимая, т.е. это по статичной фразе, как Ok Google. По каким-то наборам фраз, которые от тебя ждет телефон, когда ты говоришь HomePod, включите мне такую-то песню, он включает ее только если ее скажет владелец. И при этом он заранее знает, какие фразы владелец может вообще говорить. А в колл-центрах все-таки используется текстонезависимая, т.е. никто не знает, что сейчас скажет абонент, мы должны послушать целиком и сравнить это с какой-то изначальной моделью. Как вообще такие модели строятся? Для того, чтобы построить ее, нужно выделить какие-то особенности каждого голоса. И для этого голос распадывается на коэффициентах гармоника, спектра. И этот спектр, в общем-то, и отличается у различных людей. И вот он есть на нижнем графике. Соответственно, когда мы думали, как обходить, посмотрели и выделили два основных подхода. Это синтез голоса и конвертация голоса. Синтез голоса хорошо описан в академических пейперах. Но когда дело дошло до практики, все они не так хорошо. Во-первых, для обучения моделей для синтеза голоса нужен огроменный корпус. Во-вторых, все доступные пейперы и комплексы, они вообще-то работают на том-то одном языке. Ну и, как правило, это, естественно, английский, и с русским там все очень грустно, как и со всеми другими языками. Среди проектов вообще таких, ну и, конечно, много ресурсов, времени и всего, потому что там долго происходит обучение. Есть классный проект от DeepMind, Google WaveNet. У ребят действительно получилось построить качественную модельку, то есть я поверил, что со мной разговаривает человек. Это очень далеко от Microsoft Sam, но там они даже не представляют модельки, там есть только демки и пейпер, как это они сделали, по факту надо все повторять с нуля. Adobe Voco, Photoshop для голоса, там тоже обещают различные фичи в этом направлении, но при этом он по-прежнему в прототипе, и поэтому толком им пользоваться не удалось. Но что мы нашли, что нам подошло, это голосовая конвертация голоса. То есть есть такой подход. Вообще почему-то очень часто пытаются решить задачу конвертации мужского голоса в женский. И прям есть здоровые конференции, которые посвящены конкурсы. Но мы решаем задачу для того, чтобы привязывать один мужской голос в другой мужской голос. И какие здесь бонусы? Во-первых, нужно куда меньше данных, достаточно, в принципе, 5 минут речи одного человека. И это абсолютно язык независимый. То есть проект, который мы взяли, он вообще использовался для корейского голоса и вполне нормально подошел для русского. Есть, конечно, нюансы. Если атакующий картавит и пытается свой голос сконвертировать в другой, то картавость она останется, и поэтому нужно подбирать исходный голос все-таки хоть немножко похожим. Следующий сайт. В общем, мы воспользовались Voice Conversion, написанным на джуле, присылка на GitHub. Как это вообще работает? На первом этапе мы собираем, как я уже говорил, образцы голоса, 5-10 минут. Записываем тот же самый текст, то есть читаем все то же самое, с приблизительно похожими интонациями. Делим на куски, загружаем в тузу, которая строит из этого модель конвертации. То есть она считает коэффициент гармоника одного голоса, коэффициент гармоника другого голоса, и считает дифф между ними. И потом к любому тексту, записанным атакующим, она применяет этот дифф и получается достаточно похожий голос. Как, неуответственно, мы это сделали? Мы записали 50 сэмплов голоса, заставили людей считать Достоевского по два предложения одно и то же. 3-5 секунд на сэмпл. На этом мы обучили модель каждый в каждой, у нас было всего 4 человека. И затем мы записали тестовый корпус. Там речь уже была для нее, это было порядка 10-10 секунд, я хотел читать абзац. И модель полученной по тренировке мы применили ко всем звуковым записям. Загрузили тестовую систему, которую мы тестировали на тот момент. И посмотрели, какие вообще спелринги нам выдаются. Получилось, что у нас, естественно, нет 100% нигде. Отдельные сэмплы прошли, это где-то половина. На ньюзем графике показано, что один человек другого проходит, другой другого не проходит. И вообще поймали очень много забавных вещей. То есть были сэмплы, которые верятся, что у нас получилась атака. То есть если бы мне позвонили и этим голосом зачитали, то я бы поверил, что это тот человек, на который на самом деле мне не звонил. Но при этом они выдавали меньше скор в той системе, которую мы тестировали. А были часть голосов, которые звучали металлически и ужасно. И они выдавали 80-90% похожести. Это вот достаточно ли проходить в день аутентификации. Соответственно, немножко демо. Послушаем, как это. В начале июля чрезвычайно жаркое время под вечер один молодой человек вышел из своих номеров, который занимался шестов в соседнем переулке. Это, соответственно, голос жертвы, то есть то, в кого мы будем конвертить. Следующий голос будет мой. Про откольников тут уже прошел, он пришрал больше. Он проходил тихо, незаметно, стараясь непродонить единого слова. И теперь мы мой голос конвертим в голос жертвы и получаем так. Про откольников тут уже прошел, не пришрал больше. Он проходил тихо, незаметно, стараясь непродонить единого слова. Про начальное движение у нас в день аутентификации, как будто мороз прошел по его спине. То есть видно, что есть артефакты, видно немножко металла, но при этом голос получился достаточно похожим. Немножко про распознавание лиц теперь. Сейчас распознавание лиц — это задача компьютерного зрения. Как правило, как это вообще работает? Снимаются какие-то данные с сенсора, все это подается в какую-то нейронную сеть, выделяется вектор фичей, то есть это то, чем можно писать его лицо, и потом это все где-то ищется в базе, пытается определить, что это за человек. Но перед тем, как начинать какое-либо распознавание, нужно сначала получить исходные данные, которые вы это делаете. Все зависит от сенсора, который он это снимает, и в результате может получиться либо 2D-фото, либо 3D-фото, либо 2D-видео, либо 3D-видео. Все системы, которые работают на простом 2D, на самом деле обходятся в 90% случаев просто фотографии. Которые работают по 2D-видео. Там используется такой механизм как «lifeness», то есть проверяет то, что человек живой. Например, выставляет улыбнуться, и система по видео пытается понять, что это лицо, оно еще умеет улыбаться. Это иногда обходится в видео, но в принципе уже немножко более сложная система. Датчики для 3D немножко все подороже, а 3D-видео мы, в общем-то, не видели. Что касается сенсоров, чем снимать? Это может быть обычная камера, инфракрасный датчики, инфракрасный излучатель, инфракрасный приемник. И если сделать гибрид предыдущих двух способов, то можно получить сенсор глубинный и померить постройки на настоящую 3D-модельку. Но где это используют все, я думаю, прекрасно знают про FaceID, про то, что в Android есть эта фича, и что Windows тоже умеет с недавнего времени так разблокироваться. Немножко истории, или про что мы не будем рассказывать. Это то, что в Android эта фича добавлена уже достаточно давно, она никогда не была секьюрити-фичей, и в документации, в общем-то, написано и там не набрано, что не пользуйтесь этим, это работает ужасно. И это работает ужасно. То есть, действительно, обычным телефоном, даже не распечатав, показав лицо хозяину на другом телефоне, телефон разблокируется. Когда вышел FaceID, в общем-то, через неделю вышла статья про то, что это можно обойти через неделю. Что мы попробовали? Мы попробовали обойти Windows Hello. Там все достаточно по-разному и местами сложно. Во-первых, для начала там используется камера RealSense. Это камера от Intel, которая имеет на себе кучу сенсоров, и несколько поколений, которые совершенствовались от одного к другому. Что там есть всегда? Это всегда есть инфракрасный излучатель и инфракрасный приемник. В основании этого можно построить инфракрасную фотографию человека. И также есть RGB, обычная камера. И накладывая две эти картинки, можно построить капту глубины, в принципе, вообще оцифровать человека в 3D. И все это зависит еще от чипа, что используется внутри. Что сделали мы? Когда мы проводили встреч, мы посмотрели, какие вообще камеры можно купить сейчас, в тот момент. И нашли, в общем-то, единственную, которая продавалась в магазине, это Logitech Drio. Она работает на чип-сайте Intel RealSense SR200. На самом деле этот метод получился не таким уж сложным. Попробовали много что. Самый простой способ входа был сфотографировать человека в инфракрасном свете. В данном случае это я. Это можно сделать при помощи той же Logitech Brio или при помощи старых камер, у которых есть режим ночного видения. После этого с этой фотографией немножко поиграться в любом графическом редакторе, поменять контрастность, чтобы это просто напечаталось лучше. И распечатать на спруйном принтере. Это было критично, потому что если печатать на лазерном, то там появляются блики и система не распознает. И потом сразу показать эту фотографию в камере в момент разблокировки. Планальная демо. Это сначала будет обычная фотография. Мы покажем, но может быть написано, что показываем камере. И в общем ноутбук не разблокируется. Хотя мы берем инфракрасную фотографию. Показываем ему ноутбуку. И он уже написал «Здравствуйте». Это значит, что он уже разблокировался. Осталось нажать только кнопку «Провел» для того, чтобы зайти в систему. И мы к ней. В чем прелесть инфракрасных датчиков? Там вообще не видно изображение с телефона. То есть они таким образом немножко усложняют жизнь. Во-вторых, там не видно... Обычно фотография выглядит странной. Т.е. плазинная она бликует. И она не похожа на инфракрасную. Но, в общем, как-то так. Что дальше? Дальше это то, что Intel... Ну, написали об этом Microsoft. Microsoft сказала, что мы неправильно готовим камеры. И можете рассказывать, но... А Intel, начиная с последнего чипсета, перестал поддерживать Windows Hello почему-то. Т.е. они решили уйти в более промышленные системы. Как-то так. Тестировали мы еще другие методы различными способами. Нашли несколько таких достаточно простых трюков. Но они действительно помогают обойти множество систем. Как это работает? Это, во-первых, распечатать половину лица. И поставить к своему. Когда... Если в случае, если у вас лайфнесс происходит... Останавливание лайфнесса происходит на клинянском устройстве. А определение человека уже где-то в облаке. Это позволяет обойти лайфнесс. И при этом ни одна неродка, она не понимает... Она смотрит на изображение абсолютно по-другому. Для нее это просто новорбайт. И она не знает, что у человека должен быть один нос и два глаза. Т.е. можно так подставить другое лицо, что там будет 70% жертвы. И там будет, соответственно, встать получится три глаза, два носа. Но при этом это все равно уйдет в облако. А там это вполне себе распознается как то, что мы хотели. По-прежнему, на самом деле, зачастую я обычное фото отрабатывал. И иногда это были какие-то системы, которые стоили приличных денег. И казалось бы, что там должно быть все хорошо. Но... Вот так. Следующий, достаточно тоже банальный способ. С помощью зеркала можно разделить сенсоры и обмануть опять-таки лайфнес. Т.е. что бы мы делали. В этой системе по-прежнему отправлялась фотография в облако. Но для этого для начала нужно было пройти лайфнес, улыбнуться, моргнуть и так далее. Мы обычно RGB-сенсор перенаправляли на фотографию того, за кого мы хотели пройти идентификацию. В данном случае это Влад. А другой живой человек сидел и делал все, чтобы его попросить в камеру. И инфракрасная... И таким образом это обманывалось. Следующее, что мы еще попробовали. Во-первых, это 3D-маска. На самом деле у нас даже есть одна. Выглядит достаточно крипово. На самом деле это не такой дорогой способ, как мы изначально предполагали. Он позволяет обходить инфракрасные сенсоры и сенсоры глубин. Строит это все порядка 300 долларов. 3D-сканер сейчас есть в любом каворкинге. Цветной 3D-принтер, который печатает в гипсе. Их тоже много в Москве. И единственная проблема с 3D-маской это то, что она не байпасит лайфнесс, который основан на поведении. То есть маска не может улыбнуться. Другие вопросы, которые мы тоже слепко изучили, это то, как говорил Влад, что с похмелья человек похож на себя намного меньше, чем его брат или даже если это брат-близнец. Одна из систем, которую мы тестировали, позволяла иметь API к облаку. И мы туда могли загружать фотографии и смотреть, кто вообще на кого похож. Близнецы, отличить одного от другого, по большому счету, такие системы не могли. А также мы еще попробовали поискать двойников FindFace, которых сейчас, к сожалению, закрыли, и загружать их фотографии. То есть это разные люди, но которые считаются похожими с точки зрения FindFace. И все такие фотографии тоже байпасили. И последнее, что мы попробовали, правда не очень удачно, это был профессиональный грим. Мы обратились к телевизионщикам загрименировать наших коллег одного по другому. Уже не получилось неудачно, ничего мы не забайпасили, но, наверное, просто надо было искать контакты первого канала, а не той студии, которую мы нашли. Ну и в конце, что хотелось бы сказать, то что, насмотревшись на систему, которую мы протестировали, нас не покидало ощущение, что где-то напернули туда. Самые дорогие не всегда оказывались самыми стойкими и наоборот. Но при этом, все равно, с тех пор, как сканеры отпечатков пальцев и 3D-камеры стали стоить в копейки, их качество на массовом рынке значительно подросло. Но по-прежнему остается большое количество систем, которые крутые в академических пейперах, это по сетчатке глаза, по пенам ладони. Но сенсоры таких систем стоят и космических денег, и оценивать их качество не совсем корректно до тех пор, пока любой височек не сможет себе купить и поставить это домой, когда будет стоить дешево. Ну и в целом, ей биометрика как единственного фактора она оказалась не очень, но как дополнительный фактор это очень часто повышает кайфские системы. В общем-то, все. Всем спасибо. Спасибо за просмотр!